Всем привет! Продолжаем, продолжаем. Я продолжаю делать вид, что я играю в игру Fallout и одновременно зачитываю книгу, уже не делаю вид, а зачитываю книгу «Совершенный код» Стива МакКоннелла. Сегодня продолжим главу 21 «Совместное конструирование». В частности, продолжение будет с подглавы «Другие методики совместной разработки программного обеспечения». Ну, сначала, конечно же, загрузимся. Я тут в этом Сан-Франциско, зашел тут на базу. Зашел на базу, короче, решил вступить в хабологи, или как их там? Потому что, смотрю, у них тут база. А этих, вступить в хабологи можно... Где это? В НКР, во! Я сейчас туда поеду, и там с этим просвещенный или просветленный надо поговорить. И там, вроде как, можно будет вступить в это сообщество. Так, ладно. Надо дойти до машины, сесть в нее и поехать. Так, что у меня тут? С опытом еще много до следующего уровня. Еще много. Так, Сан-Франциско. Ну, шо ж, поехали в НКР. Опа, опа. Блин. Они так стали. Так, ладно. Пока то да сё. Продолжим. Итак. Ого, подождите, продолжим. Как так продолжим? Блин, надо было сохраниться. Ладно, другие методики совместной разработки программного обеспечения. Другие типы совместной разработки исследованы хуже, чем инспекции или парное программирование. Поэтому мы их рассмотрим менее подробно. В число методик совместной разработки, описываемых в этом разделе. Входит анализ проекта или кода, чтение кода и презентация. Анализ проекта или кода – это популярный тип обзора. Этот термин не имеет точного определения. И, по крайней мере, некоторую часть его популярности можно приписать тому факту, что почти любой тип обзора можно назвать анализом. Из-за отсутствия точного определения трудно сказать, что такое анализ. Несомненно, анализ предполагает участие двух или более человек, обсуждающих проект или код. Он может быть совсем неформальным, таким как разговор у доски, без какой-либо подготовки. В то же время, он может быть очень формализирован. Примером может служить запланированное собрание с просмотром презентации, подготовленной отделением дизайна и отправкой формального отчета руководителям. В некотором смысле, единственным необходимым условием проведения анализа является присутствие двух-трех человек. В одном месте. Сторонникам анализа нравится расплывчатость такого определения. Поэтому, Стим Макконову просто укажет некоторые главные аспекты анализа и позволит вам разобраться с остальными деталями самостоятельно. Итак, первый аспект. За проведение и координацию анализа обычно отвечает автор проекта или кода, подвергающий гося обзору. Второй аспект. Предметом анализа являются технические вопросы. Это рабочее собрание. Третий аспект. Все участники готовятся к анализу, изучая проект или код и выискивая в нем ошибки. Четвертый аспект. Анализ позволяет опытным программистам передавать опыт и дух корпоративной культуры молодым программистам. С другой стороны, молодые программисты во время анализа могут предложить новые методологии и подвергнуть сомнению старые и, возможно, уже неэффективные методики. Следующий аспект. Как правило, анализ длится от 30 до 60 минут. Следующий аспект. Главная цель анализа – обнаружение ошибок, а не их исправление. Следующий аспект. Руководители в анализе не участвуют. И последний. Эта идея анализа обладает значительной гибкостью и легко адаптируется к специфическим потребностям организации. Каких результатов ждать от анализа? При грамотном и дисциплинированном использовании анализ может принести результаты, похожие на результаты инспекции. То есть, в типичной ситуации он позволяет обнаружить в программе 20-40% ошибок. Тем не менее, обычно анализ значительно менее эффективен, чем инспекции. При неразумном использовании анализ не выгоден. Нижняя граница эффективности анализа – это 20%. И не заслуживает особого внимания. К тому же, по крайней мере, в одной организации – Boeing Computer Services – взаимные обзоры кода оказались очень дорогими. Специалисты Boeing, возможно, это не тот Boeing, о котором мы все подумали, но, короче, специалисты обнаружили, что участников проекта было трудно убедить согласованно применять методики анализа. А при повышенном давлении внешних факторов проведение анализа стало практически невозможным. Опыт оказания консалтинговых услуг, накопленный в компании Стива МакКонова за последние 10 лет, заставил его более критично относиться к анализу. Он обнаружил, что если люди плохо отзывались о технических обзорах, то почти всегда это было связано с неформальными методиками, такими как анализ, а не с формальными инспекциями. По сути, обзор является собранием, а проводить собрание дорого. Если вы хотите потратиться на проведение собрания, его следует организовать как формальную инспекцию. Если подвергающийся обзору материал не оправдывает затрат на проведение формальной инспекции, он не оправдывает затрат на проведение собрания вообще. В таких случаях вам лучше использовать чтение документации или другой менее итеративный подход. Итак, инспекции обеспечивают более высокую эффективность устранения ошибок, чем анализ. Какая же причина может заставить кого-то использовать анализ? Если обзор выполняется большой группой разработчиков, анализ хороший вариант обзора, потому что он позволяет изучить проблему под многими разными углами зрения. Если каждый участник анализа приходит к выводу, что решение не имеет серьезных недостатков, скорее всего так оно и есть. Если вы привлекаете к обзору специалистов из других организаций, анализ также может быть предпочтительным вариантом. Роли, назначаемые при инспекции, более формализованы и их эффективное исполнение требует некоторой практики. Разработчики, не имеющие опыта участия в инспекциях, не смогут показать все, на что они способны. Если вы хотите, чтобы они внесли свой вклад в общее дело, анализ может оказаться оптимальной методикой обзора. Инспекция более целенаправленно, чем анализ, и обычно более выгодна. Следовательно, если вы выбираете стандартную методику обзора для своей организации, выберите сначала инспекцию. Если только у вас нет убедительной причины поступить иначе. Чтение кода Чтение кода – это альтернатива инспекции и анализу. Данная методика подразумевает, что вы читаете исходный код в поисках ошибок. Обращая при этом внимание на его качественные аспекты, такие как проект, стиль, удобочитаемость, удобство сопровождения и эффективность. Исследование, проведенное в лаборатории проектирования ПО НАСА, показало, что при чтении кода разработчики находили около 3,3 дефекта в час, а при тестировании около 1,8 ошибки в час. Кроме того, на всем протяжении проекта чтение кода позволяло найти на 20-60% больше ошибок, чем разные виды тестирования. Так, что-то он мне… Блин, надо было тогда становиться хабулогом, когда была возможность. А ну-ка. Интеллект повысим. Неважно, потому что вы больше не приобретете расположение церкви. Ёлки-палки. Ёлки-палки. Чего-то я в прошлый раз наговорил и теперь не хотят меня принимать. Ладно. Так, идем дальше. Кроме того, на всем протяжении проекта чтение кода позволяло найти на 20-60% больше ошибок, чем разные виды тестирования. Как и анализ, чтение кода не имеет точного определения. Обычно при чтении кода двое или более человек независимо изучает код, после чего обсуждает его вместе с автором. Методика чтения кода описана ниже. И сейчас я вам ее зачитаю. Итак. Первое. Так, а что тут никого нет? Никого. Так, первое. В начале подготовки к собранию автор кода раздает листинги участникам обзора. Листинги включают от 1000 до 10 тысяч строк кода. Типичный объем это 4000 строчек. Следующее. Двое или более разработчиков читают код. Чтобы поддержать дух соревнования, привлекайте к чтению кода минимум двух человек. Если в чтении кода участвуют три или более, оценивайте вклад каждого из них, чтобы вы знали, как дополнительные участники влияют на результаты. Следующее. Участники обзора читают код независимо друг от друга. Обычно продуктивность составляет примерно 1000 строк в день. Дальше. После того, как участники обзора завершили чтение кода, автор кода проводит собрание. Собрание продолжается 1-2 часа и фокусируется на проблемах. Блин, что такое? И фокусируется на проблемах, обнаруженных при чтении кода. Никто не пытается анализировать код строку за строкой. Строго говоря, собрание даже не является необходимостью. И, наконец, автор кода исправляет обнаруженные проблемы. Различие между чтением кода и инспекцией и анализом в том, что чтение кода в большей степени ориентировано на индивидуальный обзор кода, а не на собрание. Это позволяет каждому участнику обзора уделять больше времени непосредственно поиску проблемы. Меньше времени тратится на проведение собраний, предполагающих, что каждый участник активен только часть времени и требующих значительных усилий для координации действий группы. Меньше времени тратится на отсрочку собрания, до тех пор, пока каждый член группы не найдет два свободных часа. Чтение кода особенно полезно, если участников обзора разделяют большие расстояния. Изучив результаты 13 обзоров, специалисты AT&T обнаружили, что важность собраний, посвященных обзору, была относительно невысокой. 90% дефектов разработчики находили при подготовке к собранию. И только около 10% во время самих собраний. Итак, презентация. Презентации называют обзор, при котором система демонстрируется заказчику. Такие обзоры обычное дело при разработке программного обеспечения для правительственных организаций, которые часто требуют выполнения обзоров требований, проектов и кода. Цель презентации – показать заказчику, что работа продвигается успешно. Так что этот обзор выполняемый руководителями, а не технический обзор. Не рассматривайте презентации как способ повышения технического качества продукции. Подготовка к ним может оказывать косвенное влияние на техническое качество. Но обычно при этом больше времени тратится на подготовку эффективных слайдов, а не на повышение качества программного обеспечения. Для повышения технического качества программного обеспечения используйте инспекции, анализ или чтение кода. Так, так, так. И мы подошли к концу главы. И в конце главы, как всегда, ключевые моменты. Итак, как правило, методики совместной разработки позволяют находить больше дефектов, чем тестирование. И делать это более эффективно. Методики совместной разработки и тестирования приводят к обнаружению разных типов ошибок. Поэтому программа контроля качества программного обеспечения должна включать и обзоры, и тестирование. Главными аспектами формальной инспекции, обеспечивающими максимальную эффективность обнаружения дефектов, являются использование контрольных списков, подготовка, назначение хорошо определенных ролей и постоянное улучшение процесса. Формальная инспекция – это более эффективный способ обнаружения дефектов, чем анализ проекта или кода. Парное программирование и инспекции примерно эквивалентны по показателям расходов и качества итогового кода. Парное программирование может оказаться особенно полезным, если вы хотите сократить срок разработки систем. Некоторые разработчики предпочитают работать в паре, а не самостоятельно. Формальные инспекции можно использовать для проверки не только кода, но и других результатов труда, таких как требования, проекты и тесты. Анализ и чтение кода – альтернативы инспекциям. Чтение кода позволяет каждому участнику более эффективно использовать свое время. И на этом эта глава закончилась. Да, закончилась. И что у нас? А следующая глава – это «Тестирование, выполняемое разработчиками». Блин, не знаю, начинать ее сейчас или уже в следующее видео это будет начало, а в этом видео просто поиграть. Да не, надо, наверное, начать. Надо, наверное, все-таки эту главу начать. Так, 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 что это я тут побегал? Блин, даже не знаю, надо поискать какие-то квесты. Че мне тут по квестам? Статус Сан-Франциско. Раздобыть селезенку чипа. На эгоционном компьютере необходима специальная часть для работы. Вам нужно использовать ключ. Танкеру необходимо. Ого, сколько всего. Короче, я так понял, надо ехать там, искать еще что-то. Ну, какие-то рядом локации. Ну, а для начала надо бы... Надо бы... Зарядить этот пепелац. Раз, так, на сколько ты там заряжен? На 65. Ну, давай еще. Два. На 100%. Ну, шо ж, поехали. Так, едем тогда обратно в Сан-Франциско. Или давайте вот где-то сюда. Так, ладно. Новая глава, да? Глава 22. Называется «Тестирование, выполняемое разработчиками». Тестирование, это самая популярная методика повышения качества, подкрепленная многими исследованиями и богатым опытом разработки коммерческих приложений. Ого, это че такое? Что? Железный драусек? Масленка, че он несет? Ух ты. Опа, масленка. А-а-а. Наверное, его надо смазать. Масленка. Тормозит, короче, на чувак. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй, иди сюда. О, а это че? И это масленка. А, так тут много. А это? Это че, камень? Так. Использовать. Возьмите, вот возьмите за безуспокойство, мне пора идти. И че он мне дал? Тю. 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 Мог бы дать брони какой-то. Крутой. Так, ладно, идем дальше. Существует множество видов тестирования. Одни обычно выполняются самими разработчиками, самими разработчиками, а другие специализированными группами. Виды тестирования перечислены дальше. Итак, блочное тестирование. Блочным тестированием называют тестирование полного класса, метода или небольшого приложения, написанного одним программистом или группой, выполняемое отдельно от прочих частей системы. От прочих частей системы. Ого. Следующий тип тестирования. Это тестирование компонента. Это тестирование класса, пакета, небольшого приложения или другого элемента системы, разработанного несколькими программистами или группами, выполняемое в изоляции от остальных частей системы. Интеграционное тестирование. Это совместное выполнение двух или более классов, пакетов, компонентов или подсистем, созданных несколькими программистами или группами. Этот вид тестирования обычно начинает проводить, как только созданы два класса, которые можно протестировать. И продолжают по завершению работы над системой. Регрессивным тестированием называют повторное выполнение тестов, направленное на обнаружение дефектов в программе, уже прошедшей этот набор тестов. Тестирование системы. Это выполнение программного обеспечения в его окончательной конфигурации, интегрированного с другими программными и аппаратными системами. Предметом тестирования в этом случае является безопасность, производительность, утечка ресурсов, проблемы синхронизации и прочие аспекты, которые невозможно протестировать на более низких уровнях интеграции. В этой главе Стим МакКоннелл называет тестирование, выполняемое разработчиками, точнее, тестированием он называет тестирование, выполняемое разработчиками, которое обычно включает первых три вида тестирования. Это блочное тестирование, тестирование компонента и интеграционное тестирование. Многие другие виды тестирования обычно выполняют не разработчики, а специализированный персонал. В качестве примера можно привести бета-тестирование, тестирование системы на предмет одобрения заказчикам, тестирование производительности, тестирование конфигурации, платформенное тестирование, тестирование в стрессовом режиме, тестирование удобства использования и так далее. Эти виды тестирования мы рассматривать не будем. Не будем. Блин, сдохни. Вот так вот. Так, сколько ж этих, да, много. Ну, сейчас попробуем их пострелять. Тестирование обычно разделяют на две обширных категории. Подойдем сюда. На две обширных категории. Тестирование методом черного ящика и тестирование методом белого или прозрачного ящика. В первом случае тестировщик не владеет сведениями о внутренней работе тестируемого элемента. Очевидно, это не так. Если вы тестируете собственный код, при тестировании методом белого ящика внутренняя реализация тестированного элемента тестировщику известно. Тестируя собственный код, вы используете именно этот вид тестирования. Оба вида имеют свои плюсы и минусы. В данной главе особенное внимание, основное внимание уделяется тестированию методом белого ящика. Потому что именно его выполняют сами разработчики. Порой термины тестирования и отладка используют взаимозаменяемо. Но внимательные программисты различают эти два процесса. Тестирование это средство обнаружения ошибок. Тогда как отладка является средством поиска и устранения причины уже обнаруженных ошибок. Эта глава посвящена исключительно обнаружению ошибок. Об исправлении ошибок будет следующая глава. Итак, идем дальше. Тема тестирования не ограничивается тестированием во время конструирования. Информацию о тестировании системы, тестирование в стрессовом режиме, тестировании методом черного ящика и других вопросах ориентированных на специалистов по тестированию можно найти в работах указанных в разделе дополнительные ресурсы в конце главы. Зачем я это зачитал не знаю, потому что дополнительные ресурсы я обычно не зачитываю. Но так получилось. Ёлки-палки, лучевая болезнь. Э-У-Э-У-Э-У-Э-У. Что делать? Делаем вот так вот. Что выводит? Вот это антирагент. Да. Так. Тестирование, выполняемое разработчиками и качество ПО. Это новая подглава. Итак, тестирование важная часть любой программы контроля качества. а зачастую и единственная. Это печально, так как разнообразные методики совместной разработки позволяют находить больше ошибок, чем тестирование. И в то же время обходятся более чем вдвое дешевле в расчете на одну обнаруженную ошибку. Каждый из отдельных этапов тестирования блочное тестирование, тестирование компонентов и интеграционное тестирование обычно позволяет найти менее 50% ошибок. Комбинация этапов тестирования часто приводит к обнаружению менее 60% ошибок. если у программиста спросить какой из этапов разработки программного обеспечения менее всего похож на другие, он наверняка ответит, что это тестирование. По ряду описанных ниже причин большинство разработчиков испытывают при тестировании затруднения. И сейчас я эти причины зачитаю. Блин, было много как-то этих стимуляторов, а сейчас уже почти и нету. Вот так вот бывает. Так, кто тут этот без повреждения, этот тяжело ранен. Ну, держи. Вот ты падла. Блин, антирогина надо было съесть. Ладно. Итак, причины. Первое. Цель тестирования противоположна целям других этапов разработки. Его целью является нахождение ошибок. Успешным считается тест, нарушающий работу программного обеспечения. Все остальные этапы разработки направлены на предотвращение ошибок. На предотвращение ошибок и не допущение нарушения работы программы. Следующая причина. Тестирование никогда не доказывает отсутствие ошибок. Если вы тщательно протестировали программу и обнаружили тысячи ошибок, значит ли это, что вы нашли все ошибки или в программе все еще остались тысячи других ошибок? Отсутствие ошибок может указывать как на безупречность программы, так и на неэффективность или неполноту тестов. Тестирование не повышает качество программного обеспечения. Оно указывает на качество программы, но не влияет на него. Стремление повысить качество программного обеспечения за счет увеличения объема тестирования подобно попытке снижения веса путем более частого взвешивания. То, что вы ели прежде, чем встать на весы, определяет сколько вы будете весить, а использованные вами методики разработки ПО определяют сколько ошибок вы обнаружите при тестировании. Если вы хотите снизить вес, нет смысла покупать новые весы. Измените вместо этого свой рацион. Если вы хотите улучшить программное обеспечение, вы должны не тестировать больше, а программировать лучше. Ого. Ого. Падла. Я знаю, что я погиб. Так, ладно, дальше идем. Тестирование требует, чтобы вы рассчитывали найти ошибки в своем коде. В противном случае вы, вероятно, на самом деле, их не найдете. Но это будет всего лишь самоисполняющимся пророчеством. Если вы запускаете программу в надежде, что она не содержит ошибок, их будет слишком легко не заметить. Елки-палки, как так я не сохранился? В исследовании, которое уже стало классическим, Гленн Форд Майерс попросил группу опытных программистов протестировать программу, содержащую 15 известных дефектов. В среднем программисты нашли лишь 5 из 15 ошибок. Лучший программист обнаружил только 9. Главной причиной неэффективного обнаружения ошибок было недостаточно внимательное изучение ошибочных выходных данных. Ошибки были видны, но программисты их не заметили. Вы должны надеяться обнаружить ошибки в своем коде. Это может казаться неестественным, но лучше найти свои ошибки самому, иначе вам на них укажет кто-то другой. Один из важнейших вопросов состоит в том, сколько времени разработчикам следует уделять тестирование в типичном проекте. Часто говорят, что на все тестирование уходит 50% времени разработки системы. Но это может ввести в заблуждение. Во-первых, число охватывает и тестирование и отладку. Само же тестирование занимает меньше времени. Во-вторых, это число отражает время, которое обычно тратят на тестирование, а не время, которое следует тратить. В-третьих, это число включает и тестирование, выполняемое разработчиками, и независимое тестирование. В зависимости от объема и сложности проекта, тестированию, выполняемому разработчиками, вероятно, следует посвящать от 8 до 20 процентов общего времени работы над проектом. Это согласуется с данными многих авторов. Другой важный вопрос, что делать с результатами тестирования, выполняемого разработчиками. Прежде всего, вы можете сразу использовать эти результаты для оценки надежности разрабатываемой системы. Даже если вы не исправляете дефекты, обнаруженные при тестировании, оно характеризует надежность программного обеспечения. Кроме того, результаты тестирования позволяют определить необходимые исправления. Наконец, со временем регистрации дефектов, обнаруженные при тестировании, помогают определить наиболее частые типы ошибок. вы можете использовать эту информацию для выбора и проведения подходящих обучающих курсов при подготовке будущих технических обзоров и разработке будущих тестов. Тестирование во время конструирования. это новая подглава. Сколько мне до нового уровня, кстати? 8, 7, 7, 600 чем-то там. В большом мере тестирование тему этой главы тестированием методом белого или прозрачного ящика иногда игнорируют. Как правило, проектировать классы следует так, чтобы они казались черными ящиками. Пользователь класса должен обращаться к нему через интерфейс, не зная о деталях устройства класса. Однако, при тестировании класса с ним выгодно обращаться как с прозрачным ящиком, анализируя внутренний исходный код, а также входные и выходные данные класса. Зная, что происходит внутри ящика, вы можете протестировать класс более тщательно. Конечно, при тестировании класса вы будете рассматривать его код под тем же углом зрения, что и при написании. поэтому тестирование методом черного ящика также имеет достоинство. Во время конструирования вы обычно пишете метод или класс, проверяете его в уме, после чего выполняете его обзор или тестирование. Какой бы ни была ваша стратегия интеграционного тестирования или тестирования системы, вы должны тщательно тестировать каждый блок до его объединения с другими блоками. Если вы пишете несколько методов, тестируйте их по одному за раз. На самом деле, так их тестировать не легче, зато гораздо легче отлаживать. Если вы объедините несколько непротестированных методов и получите ошибку, вы не сможете определить, какой из методов в этом повинен. Если же вы добавляете в набор протестированных методов по одному методу за раз, при возникновении ошибки вы будете знать, что она содержится в добавленном методе. или обусловлено взаимодействием старых методов с новым. Это облегчит отладку. Методики совместного конструирования имеют много достоинств, не характерных для тестирования. Однако, частично это объясняется тем, что тестирование часто выполняют не так хорошо, как можно было бы. Разработчик может выполнить сотни тестов и все же достичь лишь частичного покрытия кода тестами. Чувство хорошего покрытия кода тестами не означает, что покрытие на самом деле адекватно. понимание базовых концепций тестирования может повысить его эффективность. Так, короче, блин, вылез того, откуда я, сан-франциско вылез, да? Ого, у меня патрона, наверное, не хватит. чё делать? Чё делать? Чё делать? Блин, блин, это классный способ, конечно, опыт зарабатывать, но я тупанул, я тупанул. Я не не закинул патронов из багажника. Это плохо. Сейчас у меня патроны закончатся и всё. Но я попробую конечно же сделать вот так вот ещё. Вон, когтя смерти вроде меня не видит. Я думал, убил. А оно встало и пошло. Ладно. Ладно. Принимаем наркоту. Зависимость, ну, то пофиг, у меня же есть этот лекарство. Дальше ещё раз вот это примем. Ещё раз наверное вот это. патронов совсем мало. О, класс. Двух убил. Это хорошо. Вы получаете большую дозу радиации. Блин, они радиации, да? Пуляются походу. На тебе, падла. эх, 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 эх. Ух ты, собак, видели? Убил. Так, надо как-то аккуратно подойти к багажнику. Давай, 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 блин. Ну, ладно, пойдёт. Пойдёт и возьмём, ой, по патронам мало уже осталось. А патронов мало. Так, ладно, чё мы идём дальше. Сохранюсь-ка я. И... И идём дальше. Так, подглава новая. Рекомендуемый подход к тестированию, выполняемому разработчиками. Систематичный подход к тестированию, выполняемому разработчиками, позволяет находить максимальное число дефектов всех типов при минимуме усилий. Поэтому соблюдайте правила, указанные дальше. Итак, тестируйте программу на предмет реализации каждого существенного требования. Планируйте тесты для этого этапа на стадии выработки требований. Или, как можно раньше. Лучше всего, до написания тестируемого блока. Подумайте о тестах, которые позволили бы выявить распространённые пробелы в требованиях. Уровень безопасности, хранение данных, процедура установки и надёжности системы. Это всё области тестирования, которые часто упускаются на этапе выработки требований. Тестируйте программу на предмет реализации каждого значимого аспекта проектирования. Планируйте тесты для этого этапа на стадии проектирования или как можно раньше, до начала детального кодирования метода или класса, подлежащего тестированию. Используйте базисное тестирование. Дополните тесты требований и проекта детальными тестами. Разработайте тесты, основанные на потоках данных, а затем создайте остальные тесты, нужные для тщательного тестирования кода. Как минимум вы должны протестировать каждую строку кода. О базисном тестировании и тестировании основанном на потоках данных будет дальше. Ёлки-палки, у меня еще перелом. Проектируйте тесты вместе с системой. Это помогает избежать ошибок в требованиях и проекте, которые обычно дороже ошибок кодирования. Выполняйте тестирование и ищите дефекты как можно раньше, потому что в этом случае исправление дефектов будет дешевле. Когда создавать тесты? Разработчики иногда интересуются, когда лучше создать тесты? до написания кода или после? Так, надо срочно полечиться. Есть, так, сейчас, когда же их создавать? Предварительное написание тестов позволяет свести к минимуму интервал времени между моментами внесения дефекта и его обнаружения и устранения. Есть и другие мотивы предварительного написания тестов. И эти мотивы следующие. Так, а где тут? Где-то аптечка была. Фух, блин. Я думал, я уже никогда не получу перелом. Но я его получил. А перелом? А перелом почему не лечится? Не понял, я перелом хочу полечить. Слишком устал? Давай подремаем до утра. Так, мотивы предварительного написания тестов. Итак, зачитываю. Создание тестов до написания кода требует тех же усилий, тех же усилий. Вы просто изменяете порядок выполнения этих двух этапов. Дальше. Если вы пишете сначала тесты, вы найдете дефекты раньше, да, и исправить их легче. Предварительное написание тестов заставляет хоть немного задумываться о требованиях и проекте до написания кода. Что способствует улучшению кода? Да елки-палки, почему ты не лечишь этот перелом? предварительное написание тестов позволяет найти проблемы в требованиях до написания кода, потому что трудно создать тест для плохого требования. если вы сохраняете свои тесты, что следует делать всегда, вы можете выполнить тестирование и после написания кода. По мнению Стива Макконнелла программирование с изначальными тестами одна из самых эффективных методик разработки программного обеспечения, возникших в последние десятилетия. но это не панацея, потому что такой подход тоже страдает от общих ограничений тестирования выполняемого разработчиками. Я выгляжу так, на этом наверное сегодня все, в следующий раз продолжим. Но прикол то в том товарищи, что я раньше лечил перелом с помощью а блин по-моему надо доктор использовать на себе не не доктор что не лечится вы выглядели блин да я не вполне здоров у меня перелом лечит в общем-то да на сегодня все сломана нога сломана нога блин блин надо где-то найти врача блин зачем я продавал у меня там был сундук еще какой-то докторский сейчас я заеду в сан-франциско эй эй а тут еще не с болеем не с любой стороны заедешь только только вот с этой так так хабологи чайна таун а у меня где-то был такой чемоданчик еще докторский так и имя точно лечился имя лечился точно я его наверное продал да но тут нету использовать сейчас еще раз на себе выглядел вполне здоровым а бегать он видите не может переломанная нога а во докторский чемоданчик вот так вот а это аптечка аптечка не поможет точно мне поможет чемоданчик у вас не получается исцеление да елки елки-палки ну как так о о вылечил вылечил себе перелом так аптечки надо все попродавать а вот этих чемоданчиков прикупить где-то и патрончиков и патрончиков кстати у меня уже меньше да у меня много чего меньше уже ладно ладно что тут делать в этой чайно-тауна надо с кем-то поговорить о доктор так кто вы он живет лекарства ну что ж давай это все я прикуплю короче наверное все смотреть тут смысла нету потому что я сейчас буду носить из багажника все лишнее и продавать поэтому на сегодня все всем спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайки комментируем и все такое всем пока